Практик нашей области, их республики, в том, чтобы использовать лучшие практики на территории двух регионов. Поэтому нам важна еще раз наша встреча сегодняшняя в рамках подготовки, в том числе и этого соглашения. Можно сказать, что мы сегодня принимаем участие в подготовке будущего соглашения. Ну, вот такая небольшая вступительная с помощью моей страны, что предлагаю тоже сделать. От всего коллектива, от всех татар, которые представляем Омскую область, хотел бы выразить огромное спасибо, что именно органы исполнительной власти реагируют на какие-то значимые события. Да, действительно, в Татарстане было очень крупное мероприятие. Было около 800 человек из 40 регионов Российской Федерации. Да, мы понимаем, что Татарстан – это один из флагманов российской экономики. И исполнительная власть Татарстана, в лице президента Руслана Владимировича Мениханова, проводя такие мероприятия, они говорят, пожалуйста, приходите к нам, берите лучшие практики, распространяйте на территории субъектов Российской Федерации. Мы не против. Будем мы одна страна, одно целое, поэтому нам необходимо, чтобы все наши лучшие практики распространялись на территории России. Вот сегодняшняя делегация, к сожалению, немножко усеченная, потому что в основном сельские районы Омской области. И дорожная карта не очень хорошая. Но, тем не менее, здесь присутствует и глава Уленковского сельского поселения Большевеческого муниципального района, Луен-Удину Мухаммедшина. Здесь присутствует Тегрийский район, Азовский район, Большевечий район, Курчубов Масэль Тархатович, который представитель именно крестьянско-фельсового хозяйства. То есть те люди, которые действительно, как говорится, знают все проблемы на земле. И вот сегодняшняя встреча, я думаю, даст определенный импульс для дальнейшего развития наших взаимоотношений. Да, действительно, мы в ваш адрес направили письмо, что региональная автономия Татар, учитывая недавние встречи президента, когда он озвучил, что именно региональная автономия, могут участвовать и должны участвовать в помощи исполнительной власти, представительной власти. Потому что многие проблемы, которые есть, и они, в первую очередь, мы, как те люди, которые, организация, находимся, как говорится, на острие, мы их очень четко чувствуем и, соответственно, можем в полной мере передать правительству. Мы свои предложения изложили, где мы можем помочь и принять участие в тех или иных мероприятиях. Я, с вашего позволения, хочу передать слово главе Уленкульского сельского поселения, Ленулин Мухамедшиной. Она, как никто, знает все проблемы, потом мы плавно перейдем именно к тем ребятам, к тем предпринимателям, которые были в Казани, и они свои видения с каждого повода. Честно говоря, Расимович, знаете, тяжело. Мы прекрасно все понимаем бюджеты Омской области и Тадахстана, но, тем не менее, мы некоторые вопросы снивелируем и будем находить конструктивные точки соперсновения. Спасибо огромное. Я сразу скажу, что очень хорошо, что вы это понимаете. Смотрите, самое главное здесь, то есть это понимание, что бюджеты разные, обеспеченность разная и, соответственно, возможности разные у Татарстана и Омской области по поддержке. И это хорошо, что есть понимание. Поэтому здесь диалог выстраивать будет с вами более эффективно. Но самое главное, что нужно понимать, по моему мнению, в Татарстане выстроены именно организационные вещи, эффективно выстроены, которые не требуют затрат. Это очень важно. То есть именно диалог с предпринимателем, с бизнесом, организационные какие-то механизмы, межведомственного сотрудничества. Возможно, тот диалог, который позволяет как раз взять то, что нужно сейчас бизнесу. Не так сверху рассказывать, как бизнесу удобнее, а снизу инициативу увидеть. Вот эти организационные вещи в первую очередь нам важны. Потому что, что называется, с деньгами любой может. С большими деньгами тем более. А здесь важны организационные вещи. И как раз я хотел бы, чтобы вы рассказали о механизме, который вы увидели с точки зрения организации, как нам лучше работать. Это очень важно. Поэтому действительно с этого нужно начинать. Хорошо. Я бы наоборот послушала. Спасибо за предоставленное слово. Я в этом году не ездила, я честно скажу. Но те годы, которые я работаю главой поселения, я много раз посещала именно конкретно это мероприятие и выступала несколько раз на таком форуме. Конечно, Татарстан живет, это мое сугубо личное мнение, Татарстан живет, на сегодняшний день процветает. Это как бы может быть, это их возможность. А наша возможность совсем другая, регион другой. Сибирь, это наши земли, это как бы мы. Мы, я как человек себя считающий, я приближенный к земле человек, который 12 лет уже отработавший главой поселения. Все тяготы, трудности жизненные, и именно жизни села, я как бы вот и до знаний. Я сегодня очень рада присутствовать на этом мероприятии. Тем более, сам вот круглый стол, он такой как бы вот несет такой посыл, что как бы мы обмен опытом, разговор за круглым столом, я так понимаю, Татарстан, не валим, или обмен опытом. Но волнующих тем, если как бы с этого начать, очень много. Сегодня меня волнует то, что мы то, что вот можем, своими силами справляемся, работаем. Конечно, наш бюджет, который имеется, он очень скудный. Хочется что-то делать, если бы... Мы бы горы перевернули, если бы у нас возможность была бы. Мое поселение, Уленковское сельское поселение, Бащейческого муниципального района, оно историческое, оно с 400-летней историей. Мы проводили 365 лет в село. Может быть, история она еще. История с сохраненной своей культурой, самобытностью. У нас живут сибирские татары и казанские татары. Казанские татары в 21-й год, я вот хочу на это акцентировать внимание, переехали с Татарстана. 21-й голодный год, когда вот он, как бы, история, вы знаете про это, переехали. И вот те бабушки, которые, дедушки, живут у нас, они сохранили свой казанский день, разговорную казанскую речь. А я истинно коренная сибирская татарка. Живем с ними, Бог обувь, на протяжении многих лет. Я там родилась, выросла и на сегодняшний день, что могу, там я работаю и делаю. Но проблем много, очень много проблем. Большая проблема отток молодежи из села. Сегодня молодежь у нас не задерживается. У нас, молодежи было когда-то, у нас типовая школа. Школа, построенная в советское время на 300 на 400 детей. Был садик, который вот полный, 8 групп у нас было. Как бы эти группы были заполнены детьми. Я в этой школе училась. И школа на сегодняшний день имеет какой-то контент. Сегодня, на сегодняшний день, в нашей школе 100 детей. Это уже сразу о тем. И в садик посещает 18 детей. Нет молодежи, нет детей. И оставаться в деревнях нету для них, как бы, невозможности, ни работы. И вот именно вот это вот мероприятие, которое вот предпринимательство, то, что мы хотим развиваться на этом уровне, и может, даст какой-то посыл. Я не хочу, чтобы у нас наш город проснулся в один прекрасный день. И что вот проснулись, и деревень-то нет. А кормить город кто будет? Позорожье. Натуральное молоко у нас, натуральное мясо у нас в деревнях пока что есть. Молоко у нас, к сожалению, закупается, вот у меня конкретно поселение, 15 рублей. Закупает, закупщик у нас в Бочереченске 15. 2 рубля 60 копеек дотация область дает. И вот сравните сразу. И как у нас народ говорит? У нас народ бутылку газировки меряет бутылкой тетропака молока. И вот сразу вы оцените газировка, сколько на сегодняшний день стоит. И вот литр молока, который я вам выложила на сегодняшний день. В Татарстане есть очень моменты такие хорошие. У нас государство дает, кто увеличивает, не государство, а область, кто увеличивает поголовье коров, им 5 тысяч с того года началось. А это, Расим Назаревич, не надо вот тем, которые увеличивать, давать. А тем, которые держат коров. Потому что тем, которые не держат, им не давали. Вот, ну, например, я с сельчанком. Я когда-то держала и 4 коров. И 2 коров держала. А я не могу сегодня увеличить свое поголовье, потому что у меня нет возможности. Это на примере. А вот тем, которые держали, им обидно. А те, которые увеличат, а сегодня увеличить не все могут. То есть с нуля рост. С нуля рост, да. То есть одну корову взяла, уже увеличила 5 тысяч рублей. Да? Я правильно говорю? Да, да, да. Вот, хотя бы элементарно даже вот вы на каждой поголовье можете, если возможность есть, увеличить. Или дотацию вот этой, как она говорится, по-моему, дотация. На одну голову, кто увеличил поголовье коров, дается у нас осенью, в конце года, 5 тысяч. Не все могут сегодня увеличить поголовье коров. Это как ЛПХ. И по поголовью мы татары, да, как бы самобытные татары. Но у нас население держит коров, пока скотина, лошади. Есть у нас это. Есть у нас крупное, но не скажу. Но вот Марсель Фархатович у нас пришел и развивает свое хозяйство. Он сам может расскажет. Это, конечно, тот год, который нас топил, нас топит третий год. Топит нас. Вода стоит. Уже вода пришла под пола. Это вот огромная проблема. Я боюсь, что еще отток из-за того, что сейчас какие-то у нас мелиоративные вот эти мероприятия не проводятся. И отток еще больше будет из наших. Все, потому что люди-то стремятся к хорошему. И вот. Но мы сохраняем свои обычаи, сохраняем свои традиции. У нас школа средняя, у нас еще малокомплектная школа в одной деревне есть. Мы культуру обычаи передаем детям нашим. Есть у нас ансамбли, есть у нас костюмы, есть у нас аппаратура. А когда-то, в 12 лет, у нас этого ничего не было. Я вот пришла в клуб. У нас в клубе стояла буржуйка. Представьте себе. Буржуйка с помощью главы района, с помощью областной автономии. Мы маленький клубик себе построили. Он маленький, уютный, теплый. Где мы принимаем всех гостей на сегодняшний день. Есть у нас вот такие возможности, они есть. Ну, конечно, поддержки. И мы попробовали в этом году первый раз написать гранты. Грант Новосибирск, там развитие сел. Попробовали, но получится, не получится. Опять-таки с помощью областной автономии. И написали через Единую Россию грант. Ну, выиграем, не выиграем. Я понимаю, что сегодня надо как бы через гранты зарабатывать деньги. И возможность наша такова. Но нет у нас возможности. Именно нам помощь нужна. Реальная, чтобы мы участвовали в этих грантах и привлекали деньги, какие-никакие у нас не сняла. Сегодня, конечно, вот отток молодежи из деревни. Отсутствие дорог 36 километров. Я могу как бы показать, какое состояние я сняла вчера. Представляете, если, ну, как бы это вот, это уже факты, которые вчерашнее состояние дороги. Хотя в том году мы отремонтировали дорогу, попали в программу 3 километра 200 метров. Это как бы большой подспорь. Но эта дорога между малыми деревнями считается 3 километра 200 метров. Бетонная дорога у нас между Уленпулем и Черналами. Там огромная сумма потрачена. Конечно, я не застройщик, я сумму отоговаривать не буду. Но и то народ этому радуется. И, конечно, отток, и дороги. И на сегодняшний день вот у меня помещение есть. Столько мыслей мы с Радиками Нигалевича, я уже достала. Давай что-нибудь там мы сделаем. Давай. Сначала была идея приют. Но мне уже сказали, что приют это нерентабельно. И что тебе, чтобы его отремонтировать. Мы привлекали людей, чтобы его отремонтировать сегодня в 10 миллионов. И чтобы он под приют подходил. Как бы там надо ремонт сделать подходящий. Но вот и вторая идея наша эко-туризм развивать. У нас сегодняшний день есть еще козы. Где мы придем, шали, пуховые эти варежки из зелья производим. Колбасу производим. Но это у нас кустарно. Каждый из своего личного подворья потихоньку делает, изготавливает и реализовывает люди. А хотелось бы это было, пока есть козынино, есть у нас лошади. Сколько поголовья? Около 200 голов, если посчитать, общее поголовье. Общее поголовье по КРС, по лошадям в нашем районе. Вот ЛПХ это самое большое количество у нас в нашем поселении. Молоко мы закупаем. То, что вот мы в наших реальных, хотя нет дорог, но мы молоко закупаем. И как бы молодец, который у нас остается, мы стараемся поддерживать. И вот вчера буквально был звонок, но я фамилии, имя не хочу, конечно. Есть у нас там котлован. Он видит, он наш житель. Я, говорит, сегодня работаю в Сахалине. Какие мои возможности делать? Говорит, хочу приехать в деревню и сам заняться. Я хочу, говорит, карпов разводить. И рядом, говорит, хочу теплицо поставить. Ну, это юридически я ему как бы свои советы дам, если он приедет. Ну, это вот за столько лет первый звонок. И мне этот звонок был самым дорогим, наверное. То, что молодой человек изъявил желание. А это еще он вернется, не вернется. Вот таких людей и поддерживать надо. И тем более молодой человек. Могу я много говорить. Попыт большой. Но вот возможности наши реальные таковые. Хорошо. Давайте, смотрите по пунктам. Если, возвращаясь к теме нашего встречи, все-таки. Если в Татарстане проблема, проблема имиджа сельской жизни, проблема модности жить в селе, чем мы можем удержать? Только если мы молодежи скажем, что житель сельского села это модно, это престижно, это ничего зазорного здесь нет. Ведь дети, они ведомы, они видят, что в городе... Это всегда было, что дети хотят уехать в город, да? А сейчас это уже совсем стало уже проблемой. Потому что барьеров достаточно... Даже таких, которые в семье воспитывались раньше. Раньше ты жил в селе, это считалось землей твоих предков. Ты оставался там, потому что здесь родители, потому что здесь твои предки. Сейчас все меньше и меньше это. И вот в Татарстане есть ли у них программа, которая популяризирует жизнь в селе? Вот, например, который рассказывает молодежи, чем можно на селе жить. Вот есть ли такое? Это первый вопрос. Который мы могли бы для себя тоже взять. Сейчас это серьезно. Вот то, что вы говорите, молодежь, а стоп молодежи, это серьезная проблема. За стоп молодежи сразу же тянется проблема кадров. Проблема, кто будет потреблять в тот же магазин, в тот же клуб ходить. Это же все. Вот молодежь уехала, все, ее нет. Поэтому здесь нужно молодежи рассказывать, что жить на селе хорошо. Есть в этом свои плюсы. Ну, чтобы хорошо было, мы должны какие-то условия им создавать. Согласен. А нет, вот у вас дороги нет, как мы будем возвращаться? Машины только ломает на ваших. Вот их ответ. Согласен. Поэтому здесь вот есть ли какая-либо программа, опыт в Татарстане, который мы могли бы для себя вот поэтому направить? Исходя из вышесказанного, конечно, проблем как таковых на селе, их много. Нам времени не хватит, мы не за этим собрались, но тем не менее мы хотим, наоборот, голову теплым не посыпать, а искать конструктивные решения этих вопросов. Конечно, опять же, брать Татарстан, Омская область, ну, мы понимаем, и хорошо, что мы здесь понимаем, что понятно, что из 42 федеральных программах Татарстан участвует в 39-ти. Насколько я знаю, Омская область, там, в 12-ти, ну, вот, Александр Ильич, там, в первенитетное направление поставил, что сейчас там еще, там, в 12-ти федеральных проектах, да, ну, насколько я знаю, будет реализована территория Омской области. Понятно, немножко другой подход, другой менеджмент. Понятно, что, если у нас 30% газификации Омской области, там, вот, практически, 99,9%. Допустим, те же самые, если мы возьмем катки, да, вот, я, насколько я знаю, потому что Эйдар Ильич Бумунинов будет носить первым замом комитета по физикультуру и спорту, да, у нас их 12, в Татарстане их построили порядка 58, ну, вопросов нет. Единственный, знаете, какой момент, который мы сейчас проговариваем из главного управления внутренней политики, вот, есть, вот, да, мы говорим сейчас о урбанизации, молодежь уезжает, я с вами согласен, Российский, что здесь и отток кадров, и молодых специалистов, ну, насколько я сейчас знаю, и есть программы сейчас, и Земской доктор, и ФАП, и ФЕРЧ, и Акушерский пункт, которые будут выдаваться подъемные для того, чтобы, действительно, у нас задерживаться. Ну, вопрос в том, что мы должны сообщать, говорить, сообщать, говорить за счет чего? За счет каких-то образовательных процессов, за счет каких-то выездных форматов, вот, мы сейчас с ГУВП проговариваем, да, что мы говорим о том, что ряд специалистов, в том числе и общественных деятелей, может быть, кто-то представитель исполнительной власти, выездные заседания по поселам, и объясняем, что такое вообще, понятно, есть интеграционные процессы, мы молодежь не удерживаем и не все равно, но есть та молодежь, которая, действительно, может остаться, она может остаться, она может работать и приносить пользу на Земле. Как один из вариантов, я, насколько знаю, в Татарстане есть такие программы, которые разработаны при поддержке Министерства образования, Министерства экономики, где выезжают специалисты и общаются с молодежью, это уже, может быть, школьного возраста, начиная с 10-11 класса. И популяризируют профессию именно токарей, профессию животноводства, агрономов и всех прочих. Тем более, у нас профильные вузы есть. Может быть, еще по квотам в эти вузы, да, вот, как один из вариантов, чтобы, допустим, как в системе МВД, если ты закончил академию МВД, ты 5 лет должен отработать в системе МВД. То же самое и здесь. Отучился ты в УЗИ, пожалуйста, будь добр. Ну, понятно, там есть моменты, там, как говорится, хитрят, там, ну, уходят, что-то возвращаются, что-то не уходит. Ну, в принципе, ничего невозможного нет, Расим Александрович, мы здесь с вами полностью согласны, что вот хотя бы с чего-то начать. Может быть, создать некую группу вместе с Министерством образования, с вами, да, кто-то из представителей, и разработать модуль обучающий для того, чтобы проехаться и, объяснить молодежи, на уровне, там, 10-11 класса, чем полезна работа именно на земле и в районе. Я сразу отмечу, что, смотрите, по профориентации, по профориентации работа ведется, как раз по рабочим специальникам эта работа ведется. Надо только молодежи, в смысле, это рассказывать. И здесь, какой, чтобы сейчас вопрос подвести, четко под вопросом Асока, все-таки, мне кажется, если у вас будет возможность посмотреть по своим каналам, опыт Татарстана, по, еще раз говорю, по имиджу села работы в этом направлении, то есть, есть ли программа в Татарстане или нет, по своим каналам посмотреть, а мы по своим каналам посмотрим, то есть, конкретно, как они работают, чтобы доводить до людей, которые работают на себе, что нужно, что жить на земле, это достойно. Житель земли, работник земли, это мод. Поэтому мы по своему направлению тоже, по своим каналам посмотрим. Еще момент, опять же, здесь опыт Татарстана интересен. Вот сказали про туризм. Сегодня от нас, у региональной власти, есть понимание, что туризм нужно развивать. У нас более-менее пошла с семейными районами работа с Эльгебольшелеченским зоопарком. То есть, но при этом, еще многое-многое нужно сделать. Вот смотрите, если нужно для себя создать целые программы, что мы туристу предложим, да, И вот здесь важно, чтобы, опять же, понять опыт Татарстана, что они, по какому пути организационному они пошли, как они организовали вот эти туристические каналы, особенно сельского туризма. Здесь тоже, если есть какой-то, если есть каналы, по своим каналам посмотрите. То есть, с вашего позволения, мы предоставим слово, в основном, это региональная автономия Гильяри Рамисе Султанова. Она как раз расскажет про тему этно-туризма, куда включается и гастро-туризм, и эко-туризм для Рамисе. С вашего позволения. То есть, мы готовы, сейчас я закончу, единственное, мы готовы, в том числе, выходить на внешние рынки, на китайский рынок, на рынок Европы, да, чтобы сюда, в Сибирь, как бы, зазывать туристов. В том числе, губернатор говорит о том, что мы готовы запускать авиарейсы специальные, если будут потоки. Но надо сначала, как бы, понять, что мы туристу будем здесь предлагать. И здесь всем понятно, что, ну, как бы, у нас есть действительно что-то. Ну, надо организовывать, организовывать. Вот этот момент, конечно, тоже интересно было бы посмотреть, как в Татарстане. Потому что в Татарстане поток туристов, насколько я понимаю, увеличивается. Я как бывший житель Республики Татарстан, переехав в Омск, в Омск область, да. Давно? 13 лет. Положительная динамика. Привлекаем кадров. Там, на самом деле, поток туристов, он растет из года в год. И что самое интересное, вот даже на новогодние праздники там просто огромное количество туристов. Они ходили по городу. И они, Татарстан, используют принцип глокализации. Есть понятие глобальности, есть понятие локальных каких-то особенностей. Они просто берут какие-то глобальные тренды и локализируют их. Используют свои какие-то вот такие вот фишечки, которые есть в Татарстане. Ну, помимо этнических каких-то особенностей. И вот потом, конечно, будет у нас интересный такой подарок. Вот культура Татарстана. Там как раз и прописаны, какие направления у них есть вот именно в этом туризме. Допустим, то, что касается этого туризма. У них вот куда ни поедешь, везде есть какой-то историко-мемориальный комплекс, либо какой-то музей. То есть, в одном городе можно в несколько мест посмотреть, если интересно, это, конечно, вот в части туризма. То есть, у них это как-то прям очень сильно они вот развивают и популяризируют вот это вот. За счет чего они? За счет того, что они вкладывают в мемориалы? Да, во-первых, они их вкладывают в их деньги. Они их ремонтируют, ну, как бы делают ремонт там, привлекать. Если это какая-то историческая достопримечательность, они привлекают туда ученых. Ну, если брать тот же Болгар, допустим, да, который они практически реконструировали, или взять тот же Белярск, это место паломничества, конечно. То есть, туда стекаются представители там язычества, мусульмане православные. То есть, они это популяризируют активно. Если берут какие-то туры, они обязательно в эти туры... Посмотрите, у нас есть, я прошу прощения, у нас есть тоже Акуньо, да. Ну, вот как они, как бы Татарстан работал с Акуньо? Какими инструментами? Акуньо имеет сакральный смысл. То есть, люди все-таки ездят, скажем так, приезжать в Акуньо. Точнее, приезжают в Акуньо, потому что у Акуньо есть определенная, скажем так, история. Вот как бы они привлекались? За счет чего бы они продвигались? Реклама, в первую очередь. Вот смотрите, у нас проходит в течение года, точнее, у нас, а в Татарстане, да? У меня уже привычка осталась. Очень много мероприятий. Если взять даже в части татарского направления, вот, Всемирный конгресс татар. У них что за мероприятие не проходит? Там минимум 500 человек участвуют. То есть, они привлекают активные регионы. Даже на сход предпринимателей, вот они поехали, для них все равно какую-то мини-культурную программу делают. То есть, человек приехал оттуда, он рассказал, я побывал там в Болгарии, я там побывал еще в каком-то историко-мемориальном там комплексе. Нас водили в такой-то музей. И причем, ну, как мероприятия, они же различного уровня, различного направления. Это тоже как элемент популяризации. И оно входит в программу, что самое интересное. То есть, это может быть Всемирный, допустим, форум татарской молодежи. И с четырех дней один день мы обязательно посвятим тому, чтобы посетить Татарстан и проехаться по местам. Это может быть форум сибирских татаров. Ну, и прочих. Ну, и прочих. Скажи по поводу Ленкова, что у нас в Бедунках. Вот, забывай. А, по поводу Ленкова? Это по поводу туризма, да. Да, мы все уже какой год пытаемся... Идея фикс, да, конечно, видите, у нас вопрос в том, что при реликтинге, конечно, министерства культуры в создании этно-направлений. Поэтому, ну, Гелера, он сейчас расскажет все наши чаяния. Может быть, в этом направлении содействие с вашей стороны, с вашего министерства. Этно-туризм мы уже какой год пытаемся податься, конечно, в фонд президентских грантов, чтобы привлечь, попробовать деньги. Все-таки это популярное направление в России. И, естественно, у нас там программа есть определенная. Есть задумка придумать легенду, чтобы привлечь, опять-таки, помимо того, что есть какие-то исторические особенности, обязательно должна быть какая-то легенда, на которую человек пойдет. Ну, то есть, может быть, тоже какой-то сакральный смысл будет иметь. И в программу именно включить какие-то местные особенности, чтобы человек, полностью приехавший в деревню, он мог погрузиться в быт. То есть, он прям пора чувствовать себя, не знаю, там, настоящим сибирским татарином или там бухарским татарином, если в нашем случае. Есть подобный опыт в Новосибирской области, да? Ну, да. Если близлежащие регионы брать. И у нас в Тюмени еще активно они тоже восстанавливают несколько мемориальных комплексов. Там, по-моему, СКР есть. Таборский. Да, Таборский. Да, Таборский. Особенно участковый татарин. И посредством вот этого привлечь все-таки людей. Помимо этого у нас Уленкуль может предложить тоже сельский туризм. То есть, это непосредственно, там, не знаю, покататься на лошадках, помочь, точнее, как-то заняться собирательством. У них лес есть. Там растут ягоды, там растут грибы. Да, съездить куда-то на рыбалку. Это тоже как вариант. Но, опять-таки, под это нужна инфраструктура. То есть, это нужно обеспечить. И какие-то гостиничный комплекс должен быть. Транспортные какие-то, ну, возможности, чтобы человек туда мог приехать. Элементарно. Ну, и плюс, конечно, это надо людей обучать. Гостиничному сервису. Да. Давайте так, чтобы наш разговор имел продолжение, я попрошу сразу программные мероприятия изложить на бумаге, да, чтобы мы могли потом с коллегами из них поговорить. Например, по форуму тех же сибирских татаров, почему с нашими коллегами из Татарстана это поговорить? Мне кажется, они тоже будут заинтересованы, чтобы наполнить каким-то мероприятием вот такой форум. Ну, все равно это продвижение культуры татарской на российском пространстве. Это тоже, как бы, как на правду. Может, я еще и не делалась, извините. В том году к нам приезжал с канала «Культура» Бьер Браша. Знаете, он, наверное, у него, вот, как бы, про всех, как он. И в этом году он, как бы, лично уже два раза набирает, звонит, что вот Лила говорит, я хочу к тебе приехать в твое самобытное село, где именно то, что вы сибирские татары с бухарскими корнями. А я вот уже задумалась, я смогу, и на 10 дней, говорит, это не просто. Мне, говорит, надо самобытность, мне, говорит, мероприятие надо, что когда-то, чем, каким этим. Что вы мне можете предложить? Предложить нам много чего, нам наши возможности. Где я его должна принимать? 10 дней, это уже люди должны жить, мы их должны кормить. А мы к этому уже сегодня, я могу даже отказать ему, или я должна его принимать у себя дома, или я, в каких наших условиях, если принять его. И, говорит, я привезу канал, 15 самых лучших каналов, которые, говорит, поедем, поедим, типа, это его слова. Но не он, а типа этого, говорит. И чтобы какое-то сибирское блюдо вы приготовили и смогли мы на весь мир это показать. Блюдо, это не проблема у нас. Любое блюдо мы это приготовили, не проблема. Просто уже, он уже наши дороги, он в том году к нам приезжал, он снимал нас. И в этом году где принимать? Он уже на неделю, ну, с отдыхом, наверное, планирует. Вот в этом ракурсе разговор у нас, и к этому мы уже сегодня не готовы, я так хочу сказать. Митя, у вас спрос есть? Инфраструктуры пока нет. Вот смотрите, здесь, ну, понятно, что мы там, даже если мы начнем работать активно, да, это все равно нужно будет время, чтобы эта инфраструктура появлялась, нужны были средства и так далее, и так далее. Но пути осилят только идущие, правильно? Поэтому здесь, если бы мы хотя бы с малого начали и с вами решили, вот сегодня можно в тех условиях, которые есть, можно и теми силами, которые на сегодняшний день есть, можно обеспечить двухдневную программу. Да? Да. Мы бы, опять же, объединив предпринимателей, которые могут, которым интересно, мы бы со своей стороны, со стороны государства, понимали, чем можно сеть, опять же, с предпринимателями, которые говорят, вот мы готовы двухдневную программу для туриста.